Всем привет и спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я бы хотела снять таговое видео, это свадебный таг, и я выписала себе уже все вопросы и постараюсь максимально объемно и, конечно же, честно на них ответить. Итак, первый. Как ты познакомилась с мужем? С мужем я познакомилась в университете, он у меня преподавал несколько дисциплин по моей специальности, и как-то я его попросила объяснить мне несколько моментов. Мы с ним остались после занятий, и как-то так закрутилось, в общем-то разговорились, он предложил еще встретиться, и как-то так мы с ним начали общаться ближе, и со временем у нас завязались отношения, и вскоре мы поженились. Второе. Были ли до него серьезные отношения? Ну, отношения были, но назвать их серьезными нет, не было серьезных. Отношения были, но серьезных не было. Как он сделал предложение? Ну, все было просто, мы сидели, ужинали, и он встал на одно колено. До этого мы, конечно, обсуждали там свадебные моменты какие-то, что там пожениться было бы хорошо, ну и вот он в один момент встал на колено и сказал, выходи за меня. Без кольца, без ничего, он был не подготовлен, я была тоже, в принципе, не подготовлена, но готова к такому вопросу, и решили, просто решили пожениться. В каком возрасте ты стала женой? Я стала женой в 21 год, мне кажется, это и не рано, и не поздно. Случай накануне свадьбы. Мы ехали со всех наших дел предсвадебных, оплатили уже всех там ведущих и фотографов, уже все такие замученные. Я как-то в одном из видео про свадьбу, по-моему, оставлю ссылку внизу под видео, рассказывала об этом. И мы ехали уже, вечер был, встали в пробку, и в нас сзади въехала девушка в пробке. В общем-то, мы посмеялись, и в итоге все разрешилось хорошо, все полюбовно разрешились, у них не было никаких царапин, вмятин, ничего, и у нас не было. Вот. Поэтому мы решили так разойтись, и никого, ничего страшного не случилось, в общем-то, просто стукнулись, так скажем. Вот. Ну, вот такой случай был. Но нам тогда было очень смешно, потому что мы уже были все на нервах, все у нас как-то, где-то что-то не получалось, где-то что-то получалось. Все уставшие, и, соответственно, перед торжеством мы нервничали, и тут еще такое вот событие, случай. Дальше. Покажи свое свадебное платье. Я вставлю фотографию, хотела достать его, так показать. Вот мое свадебное платье. Ох, оно у меня, конечно же, помятое, уже год со свадьбы прошел. Здесь у меня кружево, я его отбеливала как могла, и вот здесь тоже у меня кружево. Все это ручной работы кружево. Само платье достаточно простое, но вот за счет этого кружева оно и стоило своих денег. Сколько оно стоило, я уже не скажу. У меня есть видео, вот ссылочка под этим видео будет. Нет, по-моему, я сейчас задевала микрофон, нет? Ссылка под видео будет. Там я, по-моему, говорила цену, но само платье стоило недорого. Ой! Стоило в основном, ну, цену свою вот взяло кружево. И оно такое пышное, огромное. Еще там был подъюбник, было, ну, вот кружево ручное. Соответственно, был подъюбник еще и всякие там кольца. Оно было очень пышное. И фата у меня тоже простая, но здесь, опять же, ручное кружево. Французское, по-моему, мне говорили. А вот, вот. В общем-то, а так она простая. Я ничего продавать не собираюсь, не хочу. Пусть она у меня лежит. Потом дочка, если будет дочка, то, ну, если нам суждено воспитывать дочерей, то пусть они примеряют его. Пришлось убрать платье, потому что кошка стала к нему проявлять интерес. Сейчас он там пошуршит, но он в чехле, оно в чехле, поэтому ничего с ним не случится. Следующий вопрос. Ты его покупала или брала на прокат? Как видно, я его покупала. И, честно сказать, варианта взять на прокат платье у меня вообще не было. Я была готова сэкономить на всем, кроме фото и платья. Я бы ни в коем случае не взяла платье на прокат. Для себя я это не приемлю. Ладно, следующий вопрос. Восьмой. Есть ли разница в возрасте с мужем? Да, у нас 11 лет разница. Но, в принципе, и с моей стороны, и по его словам, эта разница не ощущается ни у меня, ни у него. Не знаю, как-то нам просто. Девятое. Был ли у вас медовый месяц? Да. Мы летали в Таиланд на две... Да, на две недели мы летали в Таиланд. Десятое. Самый запоминающийся подарок на свадьбе. Обычно дарят деньги на свадьбе, и нам тоже дарили только деньги. Поэтому пусть это будет медовый месяц наш, наш Таиланд. Деньги, подаренные моими родителями нам на Таиланд. Вот. Ну, они были просто подарены, мы их потратили на Таиланд. Был ли трудный период в молодой семейной жизни? Нет, не было. У меня точно не было, у мужа... Да и у мужа не было как-то. Нет? Мы как-то сразу прижились. Сейчас сдаю кровь на группу крови, на резус-фактор, и я ему говорю, у нас даже кровь одинаковая, поэтому... Ну, одинаковый резус-фактор, одинаковая группа, и говорю, поэтому тебе никуда от меня не деться, мы с тобой друг к другу подходим полностью. Он смеется. Двенадцатая. Ваш совет супружеским паром. Хм... Наверное, проще относиться к недостаткам друг друга. Они у всех есть, и у вас они есть, и у вашего, там, мужа, или у вашей жены они есть. Это вообще абсолютно не исключено, что когда вы поженитесь, что-то всплывет, или что-то появится такое, например, он там носки разбрасывает, или она за собой посуду не моет, или она там, в принципе, не моет полы. Это может быть, это на 90% будет, и... Ну, как-то проще надо относиться к этому. Ну, не знаю. Мне кажется, так. И еще прочитала недавно... Какая-то картинка была. Там парень смс-ку пишет, типа, ты где? Почему ты мне не отвечаешь? Все, я выезжаю. Там через каждые две минуты он ей пишет эти такие смс-ки, а она такая, ты что, вообще, что ли? Я же купалась. В общем-то, с ревностью тоже надо быть поспокойнее как-то к этим моментам относиться. Но если человек настолько не бережет ваши отношения, то задумайтесь, нужны ли вам эти отношения. Если они человеку не нужны, то они, возможно, и вам не нужны. Ну, и, в принципе, это все. Да, нужно проще относиться к недостаткам, они у всех есть. Не забывайте, что и вы тоже не идеальны и не идеальны, поэтому будьте прощи. Я думаю, на сегодня это все. 12 вопросов всего, да? Всего 12 вопросов, поэтому любите друг друга. Побольше вам терпения, и все будет хорошо. Всем спасибо за внимание. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Задавайте вопросы в комментариях. Буду рада на них ответить. Возможно, сделаю видео вопрос-ответ. Если наберется достаточное количество вопросов. Подписывайтесь на канал, и до новых встреч!